Представители Солнечной Индии впервые с визитом в техническом университете. Высокие гости представителей Индороссийской торгово-промышленной палаты присматриваются к Алтайскому вузу. Университет занимает достаточно большую площадь в центре города Барнауна. Корпусы, филиалы, общежития. Гости внимательно слушают про инфраструктуру и развитие университета. Сегодняшняя встреча должна стать первой в ряду долгого сотрудничества. Сейчас в техническом вузе обучается 10 тысяч студентов. Около тысячи из них иностранцы. К сожалению, сейчас у нас нет студентов из Индии. Мы очень хотели бы, чтобы они у нас появились. Антибелла есть? Антибелла. Кто? Антибелла есть здесь? Работаем еще. Раньше были, да, у нас были. Алтайско-индийское партнерство серьезно нацелено на образование, к примеру, в сфере информационных технологий. У нас была подготовлена несколько лет назад магистрская программа для индийских студентов. Программа была посвящена большим данным и искусственному интеллекту. Но, как вы понимаете, ковид немножко у нас все отодвинулось. Но, тем не менее, программа есть. Она, можно сказать, находится на низком старте. То есть ее возобновить можно в любой момент. Готов преподавательский состав, готов учебный план, готовы места в общежитии. Еще один приоритет – информационная безопасность. По мнению представителей Алтая и Индии, страны уже могут работать над этим направлением в формате командных международных игр. В частности, чемпионате по CTF. И это не все, что заинтересовало гостей. Кроме того, вызвало интерес наш инженеритговый центр «Химбиомаш». В частности, все, что связано с производством и испытанием продуктов питания, так называемой пищевой безопасностью, представляет интерес нашей разработки в области химии, в области фармацеи, в области производства медицинских препаратов и медицинского оборудования. После рабочей встречи стороны будут более детально обсуждать, каким образом и по каким направлениям начнется образовательное сотрудничество Индии и Алтайского края. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.